Здравствуйте, наши уважаемые зрители! В эфире «Подмосковные вечера». Я Кира Залевская и сразу перейду к делу, представлю вам гостя нашей дачной беседки, заслуженный артист России Станислав Садальский. Здравствуйте, Станислав Юрьевич! Привет, Кира! Вот наша программа, само ее название, оно как бы определяет место ее действия. Это «Подмосковье», это «Дача», «Дачная беседка». Ну и поэтому гость у нас сегодня в таком замечательном дачном виде, да? Да нет, не в дачном виде, вы человек очень интеллигентно воспитанный. Я просто сейчас снимаюсь с Ларкой Довиченко, мы снимаемся в детективе. Его должны показать, я не знаю, когда покажут. И мне такая позорная прическа, мне так стыдно. Просто я, это самое, ну вот мне на самом деле, у меня комплекс, мы только что вернулись из Парижа, снимали с ней. Я очередного негодяя, который ворует картину, и к маме в гроб в аэропорту Орли все делал. И мне просто стыдно, это прическа. Вы не быть смеетно, да? Это ужасно. Я прошу прощения, я не хочу быть. По-моему, нормальная прическа, совершенно замечательная. Да, мне нравится. На мне греберца лежит, она, и я говорю, как смешно впереди, она говорит, вы еще себя сзади не видели. Кстати, сзади, это на грани. Вы поменяли имидж. Ой, какая глупость. Вы знаете, это наши драные попса говорят, поменяли имидж. Вот они покрасились, поострились, поменяли имидж. Что такое поменять имидж? Это совсем поменять поведение. Поменять, только поменять все в своей жизни, поменять имидж. А у нас, знаешь, сделали вот сюда, сделали на круге, мы поменяли имидж. Нет, боже упаси. То есть, независимо от прически, вы вернули себе. Как были, так и мы и остались. Ну, раз уж мы заговорили о новых съемках, что это за детектив, о чем он, когда он выйдет? Очень популярный, я не знаю, когда выйдет, потому что очень популярный, и мне действительно нравится, народная писательница есть, Дарья Донцова. Вы слышали про нее, да? Да, конечно. И вот она пишет, и я в этом году отдыхал в Карловых Уарах, и мне случайно попался кто-то, выбросил такой дешевый, в дешевом переплете, кто-то выбросил в помойку, я подобрал, и я не мог оторваться. Она действительно народная писательница, потому что она придумывает ходы, если вот ходы, например, если вот женщина, она обязательно в соболиной шубе, садится в пежо. Ну, и вот всякая девчонка, которая там, женщина пожилая, у которого не было, она себя представляет в образе этой героини, и она может себя ощутить в этом мире. Мне она очень понравится, я играю ее бывшего мужа, очередного идиота, но на мой век дураков хватит. А кто делает эту картину, кто ее ставит? Толя Матешко, Толя Матешко, режиссер, который снял день рождения буржуя. По-моему, блистательная картина, он бывший артист, и вы знаете, я не верю в непонятых гениев. Некоторые говорят, вот я непонятый гений, я бы сейчас снимался, или я бы там пел, или я бы там танцевал, мне просто не дают свободы. Я, вы знаете, если одна дверь закрывается, открывается другая. Там закрыли мои передачи, у меня была по области, она очень сильно была популярна, в Московской области, дебил-шоу или шоу одинокого шута. Вот, кстати, вы немножечко предугадали, опередили мой вопрос, что произошло с программой, почему она больше не выходит? Вы знаете, мне два раза, я уходил сам, мне, например, на одной, когда я работал на радиостанции РДВ, теперь это радио «Тройка», хорошее радио, мне дали, руководство дало мобильный телефон. Но в то время мобильность безумная, чтобы я сам оплачивал, а при моем образе жизни этот телефон бы стоил бы там, тогда деньги были бешеные, там 2000 долларов бы месяц выходило. Я сказал, что этот телефон выбросил на помойку и сказал, оплатите хотя бы фиксированно, там 100 долларов хотя бы. Они сказали, нет, я ушел с радиостанции, потом перешел на «Серебряный дождь». На «Серебряном дожде» у меня тоже случился конфликт. Когда был у Михалкова Никита Сергеевича конфликт был с Сашей Гордоном, я позвонил в прямой эфир и сказал, я знал, у них там война шла, кто круче, кто лучше. Я позвонил Гордону в прямой эфир и он говорит, кто хочет какую песню, я говорю, поставьте «Махнатый шмель». Мне позвонило руководство и отстранило меня на месяц от программы. Я тоже ушел, потому что достоинство можно у артиста, у человека отнять звание, зарплату, но достоинства отнять никто не может. Я ушел из театра, ушел с радиостанции, потом перешел на радиостанцию «Рокс», три года работал и у меня был эфир с Лолитой, певица такая. А у Лолиты в это время был роман с Солнцевским Арнольдом, Солнцевская группировка, знаю очень хорошо это имя. То есть вот так вот прям, прямым интересом. Конечно, конечно, а это у нас же ничего, хотя сейчас криминалов нет, весь криминал в Кремле у нас находится, потому что сейчас Солнцевские ребята, там очень много моих друзей. И когда я сказал Арнольду, вот я буду теперь такая мерзкая ведущая Кандалаки, мы с ней все рассорились. Обижаете коллег, обижаете. Она не коллега, мои коллеги все на кладбище. Нет, я ему иду по таланту, по таланту. Принимается. Да, я сказал, говорю Арнольду, я говорю, вы знаете, я хочу, Лолита для меня изумительная партнерша, вот я хочу с Лолитой. Он говорит, ты не будешь вести с Лолитой. Я говорю, буду. Лолита, ты будешь слушать, что тебе говорит твой бойфренд, или будем, она говорит, буду с тобой вести. Я говорю, Лолита, давай завтра приходим в эфир. Я прихожу в эфир, и дверка передо мной закрывается, говорят, мы передачу закрываем. Вот такие связи. И тот позвонил по своим рычагам и сказал, напугал директора радиостанции РОКС, и моей программы, вот уже много, сколько уже там, два года или полтора уже не существует, или три года, я уже не знаю. Стас, я немножечко вклинюсь в монолог. Вот просто мы сейчас заговорили о том, что вот там программа закрылась, я оттуда ушел. Но ведь все это были хорошие, слушаемые, товарные, если говорить на языке менеджмента программы. Но, тем не менее, вы зачастую являетесь персонажем желтой прессы. Что в этом правда, что в этом неправда, конечно, вот со стороны судить очень тяжело, но, тем не менее, все-таки проскальзывает, вот вы оттуда ушли, там что-то случилось. И какая-то вот цепь скандалов. А вот сейчас, разговаривая с вами, мне вас, человеком конфликтным, представить очень тяжело. Вот это какой-то нонсенс, несостыковка, или это действительно так? Нет, вы знаете, замечательный, Савиатур Дали потрясающую фразу сказал. Самая большая мечта в моей жизни, чтобы обо мне говорили. В крайнем случае, хорошая. И есть некоторые артисты специальные, я-то знаю, как, я сам журналист, профессиональный журналист. Я сам знаю, как делаются скандалы, как люди придумывают скандалы. Там угнали машину, привязали дерево, там фантазия вот такая, придумать не могут. Вот, я мог, я придумываю, я человек, вы знаете, я скажу парадокс. Я пошел в артиста от скромности, я человек очень скромный. Вот, на самом деле, я человек очень скромный, я даже иногда себе там прихожу, скучно. Я сам придумываю что-то такое, штука, я все изобретаю. По поводу скандалов мы знаем, как все это делается. И по поводу журналистики все могу сказать. Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадина. Все куплено, и все. Есть пять журналистов, которые действительно блистательные. Хорошо, тогда задам гнусный вопрос. Если будет неприятно на него отвечать, мы его снимем. Нет, пожалуйста, ради бога, ради бога, нет проблем. Вот при таких навыках и опыте работы в журналистике, плюс огромный опыт работы в кинематографе, в театре, артистической работы, вот это вот сочетание, не приводит ли оно, допустим, к такому результату? Вот что-то обо мне замолчали. Не запустить ли мне что-нибудь такое интересное о себе? Конечно. Ну, гнусный вопрос, ну, гнусный. Конечно, 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 конечно. У меня есть и есть связи в журналистском мире, есть. Делаем и делаем иногда. Скажу, что вот здесь был, значит, мир новостей. Замечательная газета, я с любовью к ней отношусь. Она, кстати, в области очень популярная газета. Газета достойная. Пришел к Насте Вертинской на спектакль. Я очень люблю эту актрису и мага. Блистательный, значит, спектакль, интересный, на размышления, думаешь про этот спектакль. Идет журналист, который, я знаю, продажный, который сколько заплатить фамилию его князев, потому что, чтобы заплатить деньги, он говорит, что это за цветы? Я говорю, иди отсюда, какие цветы, иди отсюда. Он говорит, я хочу отсюда. Я говорю, пошел бы он отсюда. И читаю статье. Садальский с чахленьким букетиком, а я голландские тюльпаны, там в октябре месяце, в конце октября, там очень был такой букет огромный. Я бросил под ноги Вертинской, она говорит, полчаса потом собирала. Он говорит, чахленький букетик, дешевых цветов, бросил под ноги актрисе. Он сказал, что ненавидит меня и газету. Запрещенный премьер, чтобы опубликать газету. Я никогда ни про одну газету не могу сказать плохо. Про журналиста, про каждого человека я могу что-то сказать. Но про газету я человек опытный, волк, несмотря на то, что мы так криво повязаны. Нам просто идет. И опубликовали. Я позвонил главному редактору, я говорю, вы знаете, мне наплевать, что пишут, но я так не говорил про вашу газету. Не очень красиво. Ну, что делать? Был ли какой-то момент, когда вы открыли какое-то издание, какую-то газету или включили телевизор и о себе что-то такое узнали, интересное? Нет, нет, абсолютно нет. Нет, мне абсолютно, ради бога, мне абсолютно нет ничего. А было ли такое интересное, что запомнилось какая-то сплетня? Нет, нет, ничего, ничего. То есть все сами знаем? Все сами знаем. И все сами делаем? Ну, не будем своим ребятам неправду говорить. Хорошо. Тогда немножечко о другом. У вас огромное количество, скажем так, ипостасий Станислава Садальского, да? Артист, кино, я уже не говорю о том, что это киноартист и театральный артист, журналист и ведущий программ, ну, допустим, да, это тоже журналист, бизнесмен. Да, с бизнесом. Сейчас я расскажу эту страницу. Из меня бизнес, конечно, есть артисты, которые вот недавно тоже, в вашей программе я увидел, значит, встречу с одним актером, вы встречались, и он говорит, я за свою работу денег не беру. Мне деньги не интересуют, значит, в этом, в актерском. Я зарабатываю продюсерством. Я-то знаю продюсерство, что такое. Это значит взять деньги, украсть, а там по три копейки заплатить артистам. Или, да, или сделаешь фестиваль, там сделаем Подмосковье, там наш фестиваль, я не койду город в Подмосковье не хочу, там Зулусский фестиваль. Мы в Зулусе проводим этот фестиваль. Опять деньги взять, сап-сарап. Я, вы знаете, можете сказать, кривляюсь, ломаюсь, но я зарабатываю деньги только актерством. Значит, позвонил мне один еврей из Израиля, Борис Моисеевич. Я, Боже, не хочу никого обидеть, я просто говорю, просто как национальность, ничего такого обидного нет. Он говорит, вот у тебя, значит, тебе будет 50 лет, будут везде там журналисты, а я хочу магазин, интернет-магазин открыть. И у тебя это будет бесплатная реклама, будет тебя по телевидению показывать, и все нашему магазину. Давай, я тебе буду платить 2000 долларов. Ну, хорошо, 2000 долларов. То есть за имидж? Нет, да. Ты будешь совладелец, я говорю, у меня денег нету. А ты будешь совладелец, это же ничего не значит. Входим в интеллектуальную собственность. Да, 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 интеллектуальную собственность, хорошее название, интеллектуальную собственность. Открыть, оказывается, у нас, это большая проблема, открыть какой-то вот люди среднего класса, открыть какое-то новое дело, магазинчик или какой-то там шинмонтаж или что-то такое, это большая проблема. Надо давать взятки пожарникам, санэпидстанцией. Ну уж прям так все плохо. Конечно, нет, а как не давать, потому что люди получают 8 копеек, 8 копеек люди получают. Специально государство ставит такой, и чтобы надо там 2 месяца, 2 месяца ждать бумаги, когда откроется, надо ждать бумаги. У меня, естественно, с мобилизиаток никто не брал, но Борис Моисеевич хотел, тоже не прошел бесплатно. Я говорю, Борис Моисеевич, за все надо благодарить человека. Давай по бутылочке коньяка, хорошего хеноси. Мы дарили людям, и за 2 дня все эти бумаги оформлялись. Открыли, в округе надо было там что-то так. Люди шли, с удовольствием открывали, никто взяток не брал, но с меня. Но там в очереди жаловались, говорили, что такое существует. Может быть, наговаривались. Это было в Москве, это не у нас. Да, это не в области, в области больше берут. Ну, и, короче говоря, я когда все открыл, проработали 6 месяцев, потом у нее пошел дела в магазин и хорошо, и он говорит, я мне не нужен, он мне перестал платить зарплату. Ну, и вот мне так перестали платить зарплату, и все. Я когда, естественно, ушел, и магазин потом через некоторый сам затух, сам сгорел. Вот и все, закончился, вот мой бизнес. Из меня бизнесмен, как из чего-то пуля, знаете, неприличного. Хорошо, оставим бизнесмена Станислава Садальского, тогда вернемся к актеру. Были ли какие-то попытки, скажем так, может быть, они реализованы или не реализованы, режиссерских работ или продюсерских работ, скажем, профессии близкие к актерской, родственной? А вот продюсерство у артиста, вы знаете, есть такая удивительная штука. Деньги имеют власть над людьми. Нехорошую власть. Есть определенная сумма, с которой человек становится скотиной. Какая она? Вы знаете, для каждого человека определенная сумма. Но у меня нет такой суммы. Может быть, если было, у меня были большие деньги, были там 50. Но для меня деньги ничто. Актерская профессия одна из тех, я заработаю актерской профессии. Актерская профессия одна из тех немногих, которые придают маленькое значение деньгам, больше хорошо сделанной работе. Мне предлагала фирма Sony в свое время, значит, там 15 тысяч, ну, это, скажем, доллар, считался доллар, когда было 60 копеек. Sony предлагала 15 тысяч долларов, значит, чтобы за рекламу. Я отказался, сказал 50 тысяч и большой телевизор. Они отказались, и потом там другой артист, там, Штерей Брехилл, снялся за 500 долларов и все получил. Для меня деньги все равно ничто является. Но есть люди, на которых действуют деньги, и люди становятся ужасными. Мне такое ощущение, когда смотрю, забавно, мне все время кажется, что они думают, что их гробу в багажник привяжут. И вместе такое временное все. Я все время сейчас, в последнее время, стал задуматься о вечном. Ну, к вечному мы еще подойдем, но мне не хотелось бы, чтобы так скоро. Тоже не говорите, не говорите, не говорите. Настя, вы хотели бы сниматься в рекламе? Вот мы сейчас заговорили. Ну, так, а в чем дело? Конечно, конечно. Мало платят или... Нет, я и снимаюсь, почему, где много... В принципе, реклама начинается от какой суммы? Хотите суммы, я просто называю как... Я знаю, что народу интересно, но сидят актеры, да, и говорят, мы не скажем, это то-то. Штрейбрехеры снимаются за 500 долларов, за 100 долларов, а, в принципе, цена рекламы... Узнаваемое лицо. Надо говорить, 5 тысяч долларов, с 5 тысяч начинать. И некоторые артисты идут, ломают фишки. С 5 тысяч, да. Например, Кончаловский, помните, Полинг. Я знаю, я поскольку журналист, у меня большая служба информации. Сейчас я не занимаюсь журналистикой, поэтому я вам скажу такую журналистскую работу. Кончаловский, вот американский, помните, эти самые таблетки рекламировал? 50 тысяч. Он сам как режиссер снялся и как режиссер делал, монтировал и 50 тысяч. Ну, правда, после этих таблеток загремел в желудочную больницу. Свободное время, отдых, это любимая тема в нашей дачной беседке. Вот что вы делаете на отдыхе? Где вы бываете? Как любите проводить? У меня две дачи. У меня две дачи. Да. Да. Одна вот на Клязьме есть, одна на Клязьме в поселке Мамонтовка есть, а вторая недостроенная дача по Домодедовской, 42-й километр, пионерлагерь Терешковый. Как в пионерлагере прямо сейчас? Нет, ну, там называется какая-то станция, там я вот... Поворот такой, написано, пионерлагерь Терешковый, и я туда поворачиваю просто. И ужасно. И там один сосед отвратительный, хороший к лесу примыкает, но почему душа к даче не лежит? Армяне замечательно, кстати, самые лучшие строители, вот как армяне кладут, удивительные каменщики кладут. К лесу вековые сосны примыкают. Взял один сосед, и вот, ну, дача идет к лесу, вот так. Он взял свой дом и окнами развернул на мой участок. Ну, это уже просто противно, я не могу туда ехать. Я думаю, ну, что ему сделать, вот такую баню построить, вот перед его носом, чтобы все закрыли. Я терпеть не могу, мне от того, что смотрят, взгляд. Знаете, на даче хочется раздеться, там, голым ходить, ну, чтобы взял и смотрели, там, знаешь, даже без бинокля. Мне прям противно туда ехать. Может быть, кто-то купит эту дачу. Купите хорошую дачу. А чью дачу полили в убойной силе? В убойной силе, да, в убойной силе мы полили дачу, да. Ну, чью-то полили, да, чью-то полили, я не знаю, чью-то полили. То есть, не одну из ваших двух? Нет, нет, не одну. Ну, слава богу. Да, та дача закрыта, мы сделали, но постихоньку, на даче надо жить. Потому что, когда не живешь, там все равно должна быть жизнь, тепло должно быть, она разрушается потихоньку. Ну, а на двух же все равно не успеть жить, сразу на двух дачах. Не успеть. Ответ, зачем? Вы знаете почему? Потому что я в свое время, я тоже верил, тоже смотрю по телевизору, я верил, я вложил, я зарабатывал. Меня все время обманывало государство, ну, как же вас, как и нас всех обманывало государство. Помните, вот, когда у меня были накопления, у меня пропало около ста тысяч рублей, пропало, все это в ничто превратилось. Потом, когда ваучеры, все ваучер, ваучер, я вложил в АВУ. У меня очень несколько миллионов, да, Березовского и Волошина. Да, у Волошина кличка даже, Санька облигация. Он первую себе операцию сделал, 50 тысяч акцию на 50 тысяч долларов продал. Ну, вот одни богатеют, другие беднеют. Я зарабатываю, я еще раз повторяю, я зарабатываю актерством, я никогда не продал, не перепродал, ничего. Зарабатывал только актерством, кривлялся, ломался, но я зарабатывал актерством. И мне противно быть, я говорю, я все время повторяю эту пословицу, я люблю быть дураком, но не люблю, когда из меня дурака делают. А дураков из нас все время делают. Вот Останкинская башня, вот казалось, откуда идет наша передача из Останкинской башни. С родителей, с вашего отца, с бабушки, с дедушки, со всех собирали по копейке, как на подводную лодку. Взяли несколько группы людей, приватизировали. Вот они хозяева. Ну, это наша родина. Станислав, а вот ситуация с кинофильмом, любимым, известным кинофильмом «Место встречи изменить нельзя», когда братья Вайнера там снимали титры свои, ну, собственно, эта история очень известная. Я, наверное, сейчас не хочу к ней возвращаться в подробностях, и вы сами о ней рассказывали. Но эта история, насколько я понимаю, получила продолжение свое сейчас. Вот, может быть, вы что-то об этом знаете? Расскажите, мне интересно, что это за продолжение. Я не люблю эту работу, потому что, на самом деле, каждый день у каждого свой Чапаев, я понимаю. Мне Водовиченко говорит, наша жизнь была бы скучна, если у нас не было этой картины. Может быть. Я эту тему бы прикрыл, и вот какое продолжение интересно. Ну, то есть, может быть, вы что-то прокомментируете? Нет, а какое продолжение? Ну, ведь в связи с тем, что братья Вайнеры тогда были недовольны... Да, да, да. ...картины, и только по, так сказать... Когда Щелков сказал, гениально, Высоцкий играет, и Вайнер сказал, верните нашу... Да, титры поставили, все было замечательно, все сразу понравилось. Вот. Но буквально, вот, наверное, год назад пошли активные разговоры с Дарьял ТВ о том, что якобы вот все-таки картина неудачная со стороны, вот, со стороны сценаристов, как бы вот нехорошо это все. И заново будет переделываться картина уже в Америке с американскими актерами, значит, по инициативе Натальи Дарьялова. Ой, Наталья Дарьялова, знаете, я когда спросил... Вот, вы как-то слышали об этом? Да, Наталья Дарьялова, это все такой мыльный пузырь, который, понимаете, когда у нас говорят артисты, вот здесь мы в России не помню, а в Америке бы нас поняли. Да, но фамилия ее отца Вайнер, простите. Ну, все врет, врет как Геббельс, врет как Геббельс. Есть целый профсоюз, профсоюз писателей, профсоюз сценаристов, актеров. Есть русские, стоят, неважно, кто высказан из России, понимаете, там Якута, это тоже русские считаются, кто высказан из России. Есть определенные... Вот у помойки злодей-убийца из России, американец, кто Америки, это высшая раса. Есть определенные законы жанра, и не надо делать, пытаться. Они все врут. Я очень про них знаю много. Я знаю, что они даже обращались к криминальной структуре, когда я рассказывал эту историю с фильмом, к криминальной структуре обращались, чтобы мне прикрыли рот. И мне те люди, которые уважают, говорят, вы знаете, мы, Вайнер, он член Совета по помилованию, а мы обращаемся, чтобы там какие-то... И он говорит, закройте рот, чтобы он это не говорил. Я сразу об этом раструбил и об этом сразу рассказал. Вообще надо... Не надо ничего держать за пазухой. Потому что все время я говорю, что лгун должен иметь хорошую память. Поэтому лучше говорить всегда правду. Или, в крайнем случае, помолчать. Ну, я думаю, что это все блеф, поэтому с этим каналом, с фальшивым, с этой мармеладной передачей, все пока, все. Мне очень здорово Наташа Андреченко сказала. И у меня в книгу, у меня вышла книга, Дебил Шоу, я вам, кстати, ее подарю. И у меня вот здесь написано... Я не могу... Как бы это слово найти. Говорит, в Америке Наташа Андреченко, я работаю. А Дарьялова там чего-то валяет, она там валяет. И все понимают, люди, кто ездят в Америку, все понимают, чего стоит искусство Натальи Аркадьевны. А вы не жалеете, что вас в свое время не выпустили в Америку? Вас и Терехову, да, по-моему, вас двоих? Да, мне и Терехову, да, не выпустили. Ну, что было? Было-было. Вообще, вы знаете, вот жизнь, как у Наташи Андреченко появилась, она выйдет и вы замуж за Максимилиану Шерлова. Ну, была бы еще одна интересная работа. Ну, ведь это было достаточно... Как случилось и случилось. Ну, а сейчас нет желания поработать? Да сейчас никто не зовет. Сейчас никто не зовет. И все равно актер русский, драматический, может работать только у себя на родине. Оперный, да, но драматический даже был признан гением. Михаил Чехов был признан гением. Все говорят, что гений, гений, гений. Сейчас о нем целую свою систему. Мерлин Монро училась. Грегори Пек учились у Михаила Чехова. Но как драматический артист, хотя он блестятельно владел и английским, все равно у его кино есть фильмы, где он ниже среднего. Он так и не сыграл потрясающий ролик. Актер драматический, может быть, 300 лет татарского ига, того, что мы все на месте. Наши... Только мы здесь можем работать. Хорошо. По поводу таланта, поклонников, вот сейчас начали так активно эксплуатировать это слово. Скажите мне, пожалуйста, вот на ваш взгляд, в какой момент или какая роль зажгла звезду популярности Станислава Садальского? Вы знаете, первая картина, наверное, самая первая картина была картина «Три дня в Москве». Вы еще студентом были, насколько я понимаю. Нет, я только закончил институт, где Наташа в Орле пила «Адна снежинка, еще не снег, еще не снег». Ее показывали на Новый год, я стал известным. Но как артист, как личность, я, наверное, стал с фильмом «Этеля» «Лес». Она шесть лет лежала на полке, с этой картиной, вот, как актер, меня стали знать. Так, Лес, это какой год? Это уже после 79-го года? Да, нет, в 79-м году. Ее потом шесть лет на полке положили, эта картина. Но ведь 79-й год, это же место встречи. Изменить нельзя. Но как для меня это, не знаю, для меня лес, для меня место встречи, как и не является этапной картиной. Оно как знание, потому что меня, это очень злится на это Говорухин. И то, что я это говорю, он очень злится на это. Для меня, я считаю, лес. Я не... Этапный для меня мультфильм «Падал прошлогодний снег», где мои титры убрали. Титры убрали меня в этой картине, меня задержали с иностранкой в космосе. И меня прислали на медонос на гостей радио, сказали, что с Адальской, с иностранкой в космосе. То есть это было поводом снять титры? Снять меня с титры, что... Но мне самый приятный комплимент, когда говорят, мы... Стас, вот ты озвучил там... Да, ну голос-то узнаваем, голос-то... Да, меня это очень приятно, потому что там нет меня в титрах, а мне вот говорят, вот ты это самое. Как вы относитесь вообще к вашему отношению к спиртному? Оно поддерживает, расслабляет, мешает. Я вот так люблю спиртное, вы знаете, я люблю спиртное, но оно меня не любит. Как это? Оно меня не любит. Я, например, очень люблю... Я шампанист. Но у меня так схватывает в последние дни там желудки, печень. Я люблю водку, но, к сожалению, вот с водкой обстоит дело так. Первая продукция всегда хорошая делается на проверку, потом уже барахло. Они становятся уже... Думают, ну народ дурак, народ так купит. Поэтому здесь надо очень избирательно. Новые сорта какие-то, попробуйте новые сорта, и все время надо менять. Говорят, как к лекарству есть привыкание, так вот и к водке, наверное, привыкание есть. Надо все менять, разное пробовать, то, одно, второе, третье. А последнее время я, к сожалению, не пью. В каких-то фильмах вы такой вот прям худенький-худенький, потом опять полнее, потом опять худенький. То есть вот такие игры с телом, с размером, как это все удалилось? А нет, оно потом приходит. Есть и таблетки, и принимал, и все, Рязанов тоже сказал, похудеешь, там на 15 килограмм будешь, будешь сниматься в гусарии. Это было, но потом организм этого не прощает. И потом тайские таблетки, я тоже принимал эти тайские таблетки. И организм потом начинает наполнять, еще больше разрастается. Поэтому, наверное, только сила воли, только диета. Посты ведь, это гениальный человек. Я человек не церковный, я человек верующий, но не церковный, не хожу со свечкой, не стою. Даже завидую иногда людям, когда выходят из храма, щечки горят. Думаю, потрясающие люди. Мне кажется, это замечательно, придумали люди изобретения про веру, чтобы мы не превращались в скотов. Я, удивительные люди придумали посты, чтобы человек привел свою душу и тело в состояние такое. Но вот я, к сожалению, слаб. У меня это не получается. Станислав, очень хочется узнать, с чем вы сейчас пожаловали на Подмосковную землю? На Подмосковную землю у меня два спектакля, которые «Отдайтесь гипнотизеру». Нина Чусова поставила одно из новых имен. 29 лет, молодая девчонка поставила спектакль. Сигарев, тоже новое имя, такой звенит. Пластилин его звенит. В Англии его пьесу взяли. 25 лет ему. Мы сделали «Из жизни бомжей» два бомжа. Мы играли с Ниной Ивановной Руслановой этот спектакль. Сейчас у меня в конфликте. Не знаю, может померимся или нет. Два бомжа. И он допился до того, что спрятал деньги и забыл, куда. И она вызывает гипнотизера, погружает транс. И он рассказывает, куда он деньги спрятал. Там дело только начало. И там разматывается история. Смешная и трагическая, комическая. Вот такая история. И с Ларисой Довиченко. С моей потрясающей партнершей. Я очень люблю. Играем «Кто последний за любовью». Я ее так люблю на сцене. Она меня так любит. Мы прямо умираем. Всякий раз, когда на сцене, у нас в зале плачут, в зале рыдают и смеются. Мне кажется, самый лучший жанр – траги-комедия. Вот эти два спектакля – траги-комические. Прежде чем попрощаться, мне хотелось бы традиционно предоставить слово нашему гостю, Станиславу Садальскому, для того, чтобы он нашел какие-то слова для своих зрителей, которые сейчас являются и нашими тоже, которые приходят к вам на спектакли, которые смотрят ваши фильмы, которые вас любят. Вы знаете, я в Москве живу недалеко от Третьяковской галереи. И у меня есть знакомые, которые ни разу в ней не были. Хуже галереи не стало. Хуже стали они. Я, боже, по себе не сравниваю какие-то спектакли в Третьяковской галерее, но все-таки от того, что вы ходите, общаетесь, приходите вместе. Вообще неизвестно, от чего начинает ген рака, начинает работать плохо. Но когда вы вместе концентрируетесь, когда шикарный спектакль, начинает организм работать в нужном режиме. Я хочу, чтобы вы были на хороших спектаклях, ходили, чтобы вы были здоровы и были счастливы. Я за вас. Давай за вас. За вас, уважаемые зрители. Без чего не может быть в жизни ни телевидения, ни радио, ни театра. Ну, а я, прежде чем с вами попрощаться, еще раз напомню, что в нашей сегодняшней дачной беседке, сегодня в нашей дачной беседке гость, который пил чай и мартини, заслуженный артист России Станислав Садальский. И я хочу показать книгу Станислава для всех тех, кто его знает, любит, ценит. Вот эта книга, которую уже сейчас можно приобрести, да? Да, да. В студии и в дачной беседке вела программу Кира Залевская. И до следующей встречи подмосковным вечером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин